привет народ в общем потихоньку навожу здесь порядке давайте покажу вот так вот выглядит у меня мастерская на данном этапе времени нужно еще стеллаж один собрать проводкой заняться провести проводку кабель канала вот они лежат все готово еще один здесь стеллаж будет это чисто под токарку это чистый инструмент там еще два стеллажа тоже будут тоже под инструмент ну и так потихоньку обживаюсь инструмент мой пока домашнего нам по ремонту ножей вот он инструмент есть пока так знаете в походных условиях мит из окошка у меня вот такой теперь а ирка морда ну это все пойдет на электрику то есть это розетки это у нас автоматы и так далее и тому подобное ли это пакетники это коробка да и даже радейка у меня тут будет это розетки в общем народ как-то так ну а камеру давайте я вот здесь поставлю пока вот такой раз и вам все видно видите как замечательно нормально ну я думаю что примерно так я средний угол выбрал для камеры упро поэтому должна захватывать набрал вот таких вот всяких коробушек под мелочек очень удобно кстати смотрите вот вот сюда давайте покажу очень удобно отстегивается каждая из них отдельно то есть мелкие болтики винтики шпунтики они у меня если помните вот так вот все в киоске хранились нужно будет переложить вот такую штучку тоже заказал в китае это по моему даже интереснее чем вот это вот до кучи то есть здесь лучше видно что внутри и как бы это более компактно мне вот эта штука больше нравится даже а это у нас вот купил хотел сказать вот и бы заказал в общем это в общем потихоньку будем обживаться ну а пока давайте чего-то отремонтируем в общем есть у нас ножичек и нам нужно что-то с ним сделать еще что не знаю сам и у нас есть скиф вот такой вот ножичек вот сюда давайте покажу вот так вот цвет мы поставим ужасе ужасе просто да уж такой себе ножичек здоровый тяжелый лайнер заходит фрейм верни заходит до конца видите да и упирается вот прям туда уже вот прям упирается видно да в общем ладно я так понимаю что будем мы оттягивать немножко фрейм это раз второе что он не совсем адекватно выбрасывается то есть если вот так вот кистью зато выкидывается нормально наш улетает а если просто пальцем вот без кисти кто не хочет вот прям сильно если но не всегда а если кистью конечно видите да с кистью конечно же работает в общем давайте мы на всякий случай сейчас перезвоним клиенту узнаем уточним что мы будем делать конкретно с ножом и решим вопрос так 099 день добрый руслан скажите пожалуйста добрался до вашей посылочки я вижу нож и что мы с ним делаем ну нет не все нормально вот такой вот то есть вот сейчас слышите звук это я просто вот нож в руках держу его просто шатаю то есть тут вертикальный люфт присутствует ну что фрейм вообще упирается в следующую следующий лайнер вот так вот на камеру сейчас покажу посмотрите и как бы ну люфтит то есть тут нужно с вами немножко оттянуть совсем чуть-чуть а по поводу перетащить ну как бы здесь за . нормально здесь просто поправить нужно слегонца и да и все и все будет нормально хорошо без проблем напишите мне что-то вайбере я вам потом отвечу добренько да до свидания до свидания в общем народ хозяин просит затащить нож ну по заточить давайте сразу покажу вот так вот на и не сумму по поводу заточить едино здесь заводская за . она просто конкретно подсевшие прям засветы такие хорошие но это все лечится буквально за пару секунд все она абсолютно светится отсвечивает как бы вам показать вот так вот наверно на фокус короче абсолютно все она светится но это все лечится без помощи даже каких-то хитрых абразивов то есть это просто мусатиком поправляется на пасте и все нож снова режет снова бреет ну вот так вот видно что замены по всей режущей кланка нас это вопрос решаем и я сейчас не буду этого делать почему потому что я сейчас буду дальше работать с ножом он будет уже острые я уже порежусь этого нам не нужно в общем поехали разбираем нож разбираем нож разбираем нож нам нужно сейчас убрать вот этого а это убирается всего лишь тяжкая лайнера ухты болт какой же же не туда закрутили представляете длина болта красавчики вот так вот вот так вот прям прям прямого да нормально так в общем в общем в общем в общем клипсу нам тоже нужно снимать год потому что оттяжечку мы будем производить вот в этом месте где послабление идет на пружину так 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 в общем в общем разбираем так себе их потом не собирал вот так вот сделала у меня теперь мисочка вот такая есть миша спасибо за миску подписчик как-то внимание мне прислал эту мисочку и она у меня лежала в гараже а в киоске было вот это сейчас потихоньку перевожу вещи заража поэтому взял вот эту побольше она удобней видите да у нее просто бросаешь вот так над ней просто раскручиваешь нож и все автоматом падает сюда так алюминий а вот так вот давайте покажу свет нужен короче народ зелень мы потом уберем это все на камеру на какую-то бесцветное реально на все зеленое здесь тоже зелень зелень такая вот вот так вот так свет я сюда побольше поближе перенесу так 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 протираем клиночек всего узел но выработки нет никакой если не считаешь а вот это заусенчик это заводской брак брачок у нас так вытираем здесь это уже железяка видео один лайнер у нас алюминиевый второй железяка Ну и желательно сразу решить еще один вопрос Давайте попробую показать Вот он, видите, да? Шарик уже стерся Прилично так стерся И у него уже появилась плоская грань Ее здесь не должно быть И видите, да? Он прилично так стерся Его желательно сейчас выбить оттуда Перевернуть И поставить в другую сторону То есть вот эта плоская грань Его желательно туда внутрь утопить Что мы сейчас, собственно, и сделаем Но для начала нам нужно Снять клипсу и оттянуть чуть-чуть замок Хитро, как придумали Видите, один болтик Закручивается в лайнер Вот так вот А второй болтик сразу закручивается в бонгу Хитрецы Так, так, так Так, так, так Ну и Собственно, данную железяку Нам сейчас придется чуть-чуть оттянуть Давайте для начала мы Выбьем Выбьем для начала Шарик Хорошо сидит, слушайте Так, просто в дерево не хочет лезть Нужно что-то с той стороны ему дать Нужно что-то дать Подставить вот так вот Шарик сейчас вот ставим сюда В отверстие В отверстие И Одним ударом выбиваем Так, давайте мы Гвоздик возьмем Чуть-чуть посерьезнее, наверное, да? Сейчас посмотрим Ладно, давайте попробуем Да, света маловато Нужно света добавить Над столом Над рабочей Поверхностью Так, шарик у нас Выпал Опа-на! И выпал сюда, видели, да? Ух ты, какой Негодяй Выпал и выпал сюда Ну да Вот весело Прям такой прыг Давайте сейчас На повторе это посмотрим Какой он попрыгунчик И куда же ты делся, дорогой? Вот это да Вот он, вот он, вот он Вот он, вот он Да Шарик нужно нам будет перевернуть Так, в общем Слежка сейчас нам это пригодится Так, этот гвоздик нам не нужен Этот нам не нужен Этот нужен Так, в принципе В принципе, вот и все, народ Вот Вот, расклепываем немножко То есть я сейчас положу Вот так сверло Аккуратненько И по хвостовику сверла Сделаю несколько таких Резких ударов В одном месте Потом немножко перенесу И сделаю в другом месте В двух местах Вот так вот Видно здесь ничего не будет То есть все здесь останется Визуально точно так же, как и есть Но лайнер у нас немножечко удлинится Буквально на чуть-чуть Ровно это чуть-чуть нам и нужно Поехали! Ну, камеру я таскать не буду Вы уже видели, как это делается Неоднократно причем Поэтому я рот Вот так вот на лапу ставлю И на лапе просто Делаю несколько жестких ударов Смещаю сверло в другое место И опять наношу два удара Лайнер у нас ушел Удлинился И кроме того, что он удлинился Он, видите, вызнулся Он стал ровным Абсолютно То есть вот так вот Он даже сейчас ушел в эту сторону Видите? Пружинит Поэтому Теперь вот так вот просто ручками Натягиваем Фрейм наш в эту сторону Все Он, видите, теперь Будет нормально так подпружинивать клиночек В принципе, все Здесь у нас, видите, тоже есть такие Закусы Вот они Мы их тоже можем легонечко Молоточком выровнять Совсем чуть-чуть Абсолютно С этой стороны мы можем подложить что-то На лапу А с этой стороны Легонько Легонько постучать Вот в принципе и все Теперь Ставим шарик на место Так, нам сейчас нужно его правильно поставить Поставить его правильно очень просто Бросаем его на стол И он сам находит пятую точку То есть, становится на нее Ну, вы поняли, да? Вот так вот Давайте покажу Если мы Данный шарик поставим на магнит То видите, а этой Самой гранью он и перемагнитится к магниту Вот, если магнит будет плоским То вот так вот То вот так вот С временной произойдет И никак иначе Теперь Пальцем вдавливаем И вот грань это у нас Вот на пальце С другой стороны С другой стороны Фокус Вот она гранька Видите, смотрит на вас И теперь И теперь этой гранью Мы его туда и ставим Раз И аккуратненько Одним ударом Загоняем шарик на место Давайте теперь покажу Видите, да? Вот теперь правильно он стоит Сфера наша на месте Именно так Это и должно быть Ну, а стерся он так быстро Из-за того, что Смазка какая-либо В данном узле Отсутствовала Все, народ Собираем нож обратно В обратной последовательности И все будет замечательно Что-то непонятки тут какие-то С обратным лайнером Вот видите, да? Какая-то дырка непонятная Ее здесь не должно быть А, дырка это видите от чего? От того, что вот шарик Как раз упирался сюда То есть он Лайнер упирался с такой силой Что выдолбил себе там отверстие Прикиньте? Вот так вот Я в шоке Все, народ Собираем Нож в обратной последовательности Так, где наш блю-люб? Пока-пока-пока Вот так вот Пока достал, убрал Но скоро Я надеюсь, что где-то в течение Недель Двух-трех Я это все разгибу Поставлю каждый предмет на свое место И потом буду как в мастерской Вот видите, да? Вот у меня здесь Каждый инструмент на своем месте Я с закрытыми глазами Могу взять интуитивно Тот или иной инструмент Который мне нужен То же самое будет В скором времени И в мастерской Так-так-так-так-так-так-так-так Вытираем мы шайбы Да, шайбы, конечно Сполярнуть бы чуть-чуть Не мешало бы На нулевочке Наждачке Потому как они Очень Скажем так Загажены Ну и Сами по себе Очень некачественные шайбы Давайте покажу Качество вырубки их Они с листового Металла были Вырубаны При помощи пресса Видите, как это все неровно Вырубаны Вот здесь Вот здесь, смотрите Кусок прям откушен Вот так вот Вот так вот В общем, народ Полируем шайбочки И собираем Нож на место Да уж Не, давайте мы их, наверное, все-таки Немножко сполернем сначала Мы их сначала немножко Немножко сполернем на камешки О, совсем другое дело О, теперь здесь будет нормальная плоскость Смотрите, да, народ Давайте попробую показать Что единой плоскости Здесь никогда не было Видите, да, вот так вот Сейчас мы ее сделаем И с одной и с другой стороны Видите, вот так вот шайба выглядит То есть Неровно Прижималась шайба Неравномерно Вот так вот Прижималась шайба Клинку Соответственно Где-то в одном месте Давайте камеру повернуть Где-то в одном месте Вот когда мы открываем У нас было Излишнее трение То есть Тяжело клинок шел А где-то в каком-то месте Наоборот Прослабление было Вот мне кажется Что здесь как раз наоборот Помните, да Открывается вроде как Должен выстрелить клинок А он в конце О, и тормозит Вот этого быть не должно Сейчас мы эту проблему Я думаю решим Вот так вот Арканзас 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 Ручные камешки Так-так-так-так И дальше теперь Доведем На пасте Сполируем Следы от камешка Так-так-есть И вторая шайба Удобно На обычной наждачной бумаге Нулевка или два нуля Ложим на стекло Смачиваем И легонечко-легонечко Вот точно так же Просто С водичкой полируем Их легонько Они чуть-чуть снимут Эту всю грязь Все и будет Вот такая вот ровная шайба Видите, да уже Одна у нас плоскость И нет никаких там бугром И все остальное Что было Так Собираем Обратной последовательности Ставим Осевую бонку Она здесь довольно-таки мощная Вот так вот Осевая боночка Ну и Болт, видите Проходит Насквозь И даже Выходит с этой стороны Немножко То есть Ребята Вообще-таки Прям Тактики Настоящие Да На улице Народ метет 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 Давайте покажу вам Вот так вот Метет Потихоньку Наметает Зимы у нас не было Долго И пожалуйста В середине января Решила она Прийти Скажем так Мне почему-то кажется Что Я тянул все Тюкя в тюкю Интуиция подсказывает Поэтому Собираем Народ дальше Ножичек Наш Так Боночка Сюда Боночка Сюда Лайнер После того Как смажем Столбчик Водички Не плеснул Вот так вот Смазочка У нас Везде Затекла Дальше Дальше Шайбу На место Хорошо Ну и Давайте еще Капельку С этой стороны На всякий случай Буквально Сразу Каплю 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 смазки На вот этот шарик Чтобы не было Повторения истории Чтобы он не стерся Капельку И все Вот так вот У нас Лайнер Теперь выходит И я думаю Что этого Более чем Достаточно Так Носевой узел На место Я даже Не знаю Есть ли Смысла Севой Такой длины Сажать на фиксатор Сейчас посмотрим Ну Входит он Достаточно легко И Резьба Ну такая Прославленная То есть Я думал Он будет зажат Сами понимаете На такой длине Он Должен плотненько Заходить А он Видите Как заходит Упирается И Прокручивается Так Все замечательно Клиночек у нас Автоматом становится Наверное По центру Вот так вот Центральной Некуда Да Вот так вот И теперь Собираем Все на место Так С одной стороны У нас Где-то Клипса Была еще Сейчас мы Аккуратненько На место Посадим Так Тут еще и на клипсе По моему Да Да Тут народ На клипсе Еще видите Два болтика Вот они Они разные По длине То есть Короткий болтик Уходит В лайнер А длинный Болтик Уходит В боночку Вот такие Вот хитрости Ребята Тут намудрили Поэтому Нужно Это все Учитывать Если Закрутите Наоборот То Сами понимаете Что болтик Вы один Сразу Потеряете Вот так Он плотненько В клипс Зашел А этот Также Плотненько Зашел В лайнер Так Поехали Дальше Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо аж крайне интересно, куда он продевался... Продолжение следует... Слушайте, ну... Так, непонятно... Куда же он подевался-то, этот болтик-то... Короче, народ, выключаю я, наверное, камеру и сейчас буду... Смотреть, куда... Куда запропастился болтик один... Потому что, ну, это... Это не есть хорошо... В общем, народ... Сейчас расскажу... Алё-алё... Да-да... Говорю, на ножичке болтика одного не хватает... Видели? Да, видел... Если есть чем заменить, то поставьте... Ну, я сейчас поищу, конечно... Ну, я вам скажу, у меня тут чуть инфаркта не было... А что такое? Ну, сразу я не обратил на это внимание... А... Разобрал нож, собираю, нет болтика и всё... Я обыскал свою мастерскую... С поисковым магнитом тут облазил... Весь стол... Всё, короче, нету болтика и всё... Выключаю камеру, давай пересматривать... Ага, болтика-то нету... Может, что-то ещё интересное нашлось... Поисковым магнитом... Не, я только ж мастерскую построил, только сделал... Поэтому ничего не нашлось... Не понял... В общем, ладно, я сейчас поищу, если шеф... Хорошо, до свидания... Да, до свидания... В общем, народ, вот так вот... Я обыскал свою мастерскую... Нет... Снял с этой камеры Соньки видео... Бросил его сейчас вот на ноутбук... Пересматриваю, короче... Я беру нож в руки, а там... Болтика-то нету... Хорошая штука... Видеозапись... Куда б тебя, дети? Вот сюда давайте... В общем, если бы... Не писалось видео, я бы посидел, наверное... Кино и немцы, я вам скажу... Да уж... Я чуть было... Не посидел... Думаю, так как же так... Ну, не могло так случиться... Ну, не бывает такого... Тем более, все на магнитную тарелку... Все прилипло... Все должно быть четенько... Все... А его раз и... И нету... В общем, сейчас мы попробуем сюда какой-нибудь другой болтик закрутить... Ну, болтик, конечно, здесь не лучший будет вариант... Но... Хоть какой-то... Хоть какой-то будет... Почему? Потому что... Почему? Потому что... Нету у меня таких болтиков... Прям... Чтобы вот... Тюки-в-тюки... Но... Постараемся чем-то его... Хотя бы... Заменить... Понимаете... Чтоб... Боночка была прижата... Ну... Вот... Подошел сюда болтик... Вот так вот это теперь будет выглядеть... Ну... Чуть-чуть, видите... Есть разница, конечно... Ну... С такой широкой шляпкой болтика у меня нет... В принципе, народ... Вот и все... Я вам скажу... Крепко... Крепко он меня посадил этот болтик... В общем, народ... Работа под видеозапись... Штука очень полезная... Так что... Камеру мы... Вот так вот поправим... Я вам скажу... Пришлось мне немножечко понервничать с этим болтиком... Так... Нам нужен мусатик... Давайте посмотрим... Опять свет сюда... Вот так вот... Давайте посмотрим, что у нас сейчас... Ну... Вот так вот, видите, да? Сейчас вот так вот... И... Мы данную ситуацию... Буквально за... Ну... Засекайте время... Я думаю, секунд за 30... Исправим... Максимум за минуту... Да... У нас на улице метет... Вот, в принципе, и все... Вот так вот... И теперь... Паста серая... И паста белая... И паста белая... Вот так вот... И теперь... Этот же листик... Берем... И вот так вот... Видите, да? Все четенько... Все нормально... Вот так вот... Видите, да? Вот так вот... Нож бреет... Все, народ... Вот такое вот сегодня было видео... Ну что, народ... Вот такое вот сегодня было видео... Единственное, что мы забыли сделать... Это посадите сегодня фиксатор... Давайте... Мы это сейчас сделаем... Потому что... Ну, видите, да? Болтик откручивается... Фактически сам по себе... Сейчас мы капнем капельку фиксатора сюда... Буквально вот... Совсем вот... Вот так вот... Чуть-чуть... Набираем... На конец иголочки... Размазываем его... По виткам резьбы... Вот видите, да? Как я хитро так... Перекрутил... Вот такой вот прутик металлический... И... Ну, вам не видно, да? Давайте покажу... Вот так вот... И вот так вот... Чтобы... Всегда... Фиксатор был внизу... И с иголки не стекал... Потому как... Если в чемодане он лежит, то... Капает... Перемена давления... Разность давления... Температура... А теперь вот так вот... Видите, да? И всегда у меня... Теперь... Получается иголка вверх... Шприц... С фиксатором... И никогда проблем не будет с тем... Что будет вытекать... Все... Наносим... Вернее... Нанесли мы уже фиксатор... И закручиваем... Аккуратненько до конца... Закручиваем... И у нас, видите... Прокручивается сразу боночка с этой стороны... Но нам нужно поджать... Поэтому вот так вот крепенько... Можно даже через тряпку... Вот так вот сжимаем клиночек... Чтобы осевой не прокручивался... И уже поплотнее затягиваем... Давайте еще раз... Хорошенько прям зажимаем... И... Смотрите... Прям чувствительно я поджимаю сейчас осевой узел... Все... Клинок летает... Без всяких доводок кистью... Смотрите... Раз... И вылетает... Раз... Без всяких там... Вот таких вот движений... Просто... Раз... Стер... Вот эту сферу... Он стер... Была плоскость... Плоскость... И вот эта... Плоская поверхность... Как бы... Цель шарика... Там... Вот он стоит... С какой целью? В... Клинке... Ну вот она... Вот она... Отверстие... Видите? В клиночке... Вот там вот... И... Когда мы закрываем... У нас... Смотрите... Что происходит... Оп... То есть... Шарик попадает... В этот... В это отверстие на клинке... И защелкивает... И стопорит его... Когда мы пальцем за плавник... На плавник... Поступательное движение... Приводится плавничок... В действие... Но некоторое время... Сопротивление... То есть... Вот это вот... Шарик в отверстии... Он не дает... Стронуться... И... Только преодолевая... Некоторое сопротивление... Понимаете... Да... Вылетает клинок... И он вылетает уже... По инерции... Идет дальше... То есть... Сила инерции... В данном случае... Достаточно для того... Чтобы... Клинок вылетел... Без всяких... И так далее... В принципе... Народ... Вот такой у нас сегодня был... Нож... На сегодня все... Пока-пока... Увидимся... Субтитры сделал... Субтитры сделал... Субтитры сделал... Субтитры сделал... Субтитры сделал...